Музыка Глава областного центра Юрий Гришан провел рабочую встречу с недавно избранным депутатом Государственной Думы Российской Федерации Антоном Басанским. На повестке встречи стояли вопросы совместной работы по большим проектам благоустройства, реализуемым в Магадане, второй очереди парка Маяк, парку Дюкча и другим. Слушайте, на самом деле я хочу сказать, что подобные встречи действительно плодотворны непосредственно для любого депутата, так или иначе, муниципального законодательного собрания или Государственной Думы Совета Федерации. Где-то стараться не вести работу бумажной писанины, потому что она очень часто превращается в какой-то бумажный футбол. Для того, чтобы уже просто решать проблему, то есть ее непосредственно по факту. Антон Басанский высоко оценил эффективность делового взаимодействия в подобном формате. Такие встречи позволяют точечно сосредоточиться на важных проектах и обеспечить им поддержку на уровне Нижней Палаты Российского Парламента. Какова ледовая ситуация в Магадане? Мэр областного центра в формате ВКС обсудил с руководителями коммунальных служб проблемы города. Спецтехника ГЛУД срезает накат, расширяет проезжую часть. Сотрудники комбината зеленого хозяйства ведут механизированную уборку города. По дворовым все эти три дня выделяли по три звена, три погрузчика, и там при необходимости мы подключали самосвалы. Сотрудники КЗХ посыпают песко-соляной смесью лед, убирают снег и мусор. Однако в связи со штормовым предупреждением сегодня техника во дворах работать не будет. Как отмечают специалисты, она просто не справится, поскольку порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду. 1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая Россия», председателем которой является Дмитрий Медведев, отметила 20-летний юбилей. Поздравил партийцев и выразил слова благодарности за работу секретарь регионального отделения партии, губернатор Магаданской области Сергей Носов. Уважаемые однопартийцы и сторонники партии, поздравляю вас с 20-летним юбилеем партии «Единая Россия». Все мы видим позитивные изменения, которые происходят в стране, в Магаданской области. Многое еще предстоит сделать, но уверен, благодаря поддержке колымчан, совместной работе, активной и принципиальной позиции, мы сможем реализовать все то, что задумано. С днем рождения, «Единая Россия». Также 1 декабря началась декада приемов граждан. В этом году тематика приема посвящена 20-летию партии «Единая Россия». Вот эти тематические приемы, они позволяют охватывать все то многообразие вопросов, которые возникают у жителей, и дают возможность им напрямую, без какой-то достаточно длительной такой волокиты административной, организовывать такие выходы и встречи с первыми лицами нашей Магаданской области и соответствующих органов управления, и решать вопросы в таком вот контакте. Региональные общественные приемные «Единой России» работают в 9 муниципальных округах. Партийцы, а это, как правило, депутаты всех уровней, помогают жителям области и города решать проблемы колымчан. В прошлом году поступило около 200 обращений. Так, Грин Владимирович. Грин Владимирович. Циклон пришел на Колыму. Специалисты МЧС предупредили, что порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду с метелью. А в окрестностях Магадана лавина опасна. Там установили предупреждающие знаки «Опасная зона». Спасатели рекомендуют любителям зимних видов спорта не выходить в район Марчиканской сопки и Снежной долины. Также сотрудники госавтоинспекции просят магаданцев не выезжать на дороги города. Госавтоинспекция Магаданской области обращается к участникам дорожного движения. По возможности воздержитесь от управления транспортными средствами. Если вы поехали на дорогу, наблюдаете скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. По информации, на 9 часов утра 2 декабря движение по автодороге Магадан-Балаганное талон с 18 по 24 километра в районе Арманского перевала перекрыто для всех видов транспортных средств до 3 декабря.